Беларусь 2 Беларусь 2 И таким образом эти цифры сохранились на табло И с нами на связи очевидец этого матча Наш коллега, журналист газеты «Присбол» Сергей Кайко Сергей, если слышишь, добрый вечер К сожалению, у нас пока нет возможности Посмотреть видеофрагменты поединка на Мальте Поэтому расскажи, что там происходило Какой был матч и как забивались эти сами мячи Матч был довольно таки сложный, потому что и мальтисты оказались все-таки сильнее, чем мы от них этого ожидали. Плюс их поле, их погода. В общем, Минске было непросто. Тем не менее, при визуально равной игре минчане сыграли более качественно, создали в разы больше. Ну да, в разы больше моментов. Гол от 3 они могли забивать, но забили всего один и пропустили после совершенно нелепой ошибки. Сочевка откатывал мяч Гушми, но сделал это очень не сильно. И прибежал мальтист, перехватил мяч и расстрелял в ростаря. Конечно, ударил по команде, потому что это был гол раздевалка. Но по большому счету это и помешало победить, потому что других таких верных моментов в залетке не было. То есть Сочевка и забил, и отдал, что называется, да? 1-1 сам собой. Ну вот у него какой-то рост такой над ним давлеет. Тут уже сейчас вспоминают, что есть оголы у него получается. При том, что, в общем-то, по игре он сыграл очень достойно, но одна ошибка. Жарковато там было? 32 градуса было, хотя уже к концу второго тайма жара спала. Но все равно, в общем, душно. Такой погоды у нас нет, я так скажу. Перед матчем говорилось о том, что Бушм и Василюк могут не принять участие в этом матче из-за повреждений, но они вышли в основном составе. Это значит о том, что Вадим Скрипченко решил пустить бой всех, да? Ну да, в общем, хотя о том, что Василюк Тромировым, в общем, я не слышал, я наоборот, я слышал, ну знаю, да, что Тромировым разин, он сегодня даже в заявку не попал. Ну и Бушм вчера промал, это было визуально видно, и вообще была ситуация 50 на 50, но, как там Владимир сказал, 10 минут назад интерес, что очень хорошо врачи поработали, позволили за ним сыграть. Сергей, еще один вопрос. Какое настроение у команды? Ты, наверное, общался с тренерским штабом, с игроками. Что они думают по поводу исхода матча? Ну, настроение, я бы не сказал, что расстроен, такое вышупанческое какое-то, ну, досада есть просто, что мы где-то и поняли при случайности, упустили победу, ну, и, в принципе, и ступроцентно, скажем так, всех своих лучших качеств Минс не показал, он может играть сильнее, ну, в общем, и все эти надежды, они переходят на второй матч. Поэтому мы будем полагать, что все получится. Жодина у команды. Спасибо, Сергей, что вышел с нами на телефонную связь. Журналист газеты «Призбол» Сергей Кайко поделился своим впечатлением от матча на Мальте, Валетто, футбольный клуб Минск. Господа, ну, на фоне других результатов, которые мы будем рассуждать, можем так уже подвести итог, что у Минска действительно наибольшие шансы пройти в третий коллекционный раунд. Ну, да, выездная ничья, результативная, она оставляет хорошие шансы в ответной игре, ну, хотя, наверное, конечно, еще не всем привычно понимать, что мальтийская команда, вот, и белорусская, и мы вот один-один играем, и считаем это хорошим результатом. Ну, если бы посмотреть, на каком стадионе играла Валетто, может быть, и как они болели, было бы, наверное, более понятно, что ничего сюрпризного в этом результате нету. Давайте идем дальше. Тем временем в Солигорске серебряный призер прошлогоднего первенства «Шахтер» выяснял отношения с молдавским клубом «Милсами». К сожалению, сегодня печальные новости пришли из города Горняков. На 45-м году ушел из жизни бывший капитан «Шахтера», чемпион Беларуси Анатолий Будаев. Мы также соболезнуем родными и близким Анатолия. Ну, и вот таким образом игра против «Милсами» началась с минуты молчания. И, пожалуй, о каком-то приподнятом настроении сейчас говорить не приходится, и, узная результат, команда Владимира Журавля вновь натворила дел. Своим стартом Еврокубкового матча разошлась миром с молдавским клубом 1-1. У нас есть один забитый мяч в исполнении Павла Ситко на 16-й минуте. Давайте его посмотрим. Ну, и удержать этот перевес, опять же, Горняки не смогли. На 57-й минуте от Левка пропустили гол, и вот таким образом закончили матч ничью 1-1. Хотя все мы рассчитывали, все мы предполагали, что «Шахтер» пребывает в такой форме. Но вот в этом матче уже точно прервет это заклинание первого участия, наверное, каждый год в Еврокубках. Что оно висит до сих пор? Я пока послушаю ваше мнение, хочу зачитать, что сказал после матча главный тренер Горняков Владимир Журавель. Сил не хватило, хотя мы восстанавливались пять дней. Моменты были, немного, но были. Это обнадеживает. В последнее время залетает в девятку мячи, спокойно будем готовиться, поедем играть на результат. Вот это сюрприз 1-1. Нет? Я скажу, что, наверное, по всем матчам, если взять, то никто не ожидал, что так сыграет команда. Если даже всех брать. И Батэ, и сегодняшний матч думали, что будет получше, попроще, по крайней мере. Шансы у всех есть, кого-то там больше, кого-то меньше, но мы знаем, что казалось нам, что будет лучше. А по насчет «Шахтера» я бы не зациклился на тех моментах, что там какой-то там рок над ним. Просто тут сыграли так, как сыграли. А как не зацикливаться, если он висит ежегодно? Ну, может быть, это сами придумали. Сами придумали, а статистика говорит о чем? Конечно, ну, кажется, что даже, может быть, это статистика, которая против «Шахтера» должна была помочь ему в этом матче. Ну, Журавель сказал, что команда, видишь, устала. Устала, да. Ну, это вообще очень удивительно, потому что «Шахтер» знал о том, что ему придется играть в Еврокубках перед началом сезона. И оказалось, что вот эти там, сколько у них, 13-14 человек, которые есть, и они играют одним составом весь сезон. И теперь оказывается, что они устали. Ну, как бы, тогда хочется пожелать команде Владимира Журавля проиграть этот вот матч ближайший, чтобы уже наконец-то восстановиться там и играть дальше в чемпионате. Потому что, ну... В недельном цикле. В недельном цикле. Ну, потому что как-то удивительно. Первая игра вот в режиме два матча в неделю и уже устали. Ну, забавно просто, что мы вот видим, даже вот все Еврокубковые полпоряды, там Батая Максима, Володькова, состав Молодого, Минска, Динамо, Корзун, Быков раскрываются. Допустим, Минс, там Бегунова постоянно выставляет Молодого, там вот сейчас Белевич играл. А у «Шахтера» при том дубле, который есть, который там наверху таблицы идет, там Ковалев на замену выйдет и все. Ротации никакой нет. Понятно, что команда устанет уже, если на однике те же ставку делать. Ну, и 1-1. Это не самый страшный счет, с учетом того, что приедет «Шахтер» в Молдову, там можно сыграть, можно забить. Команда это умеет делать. Может быть, Минсами раскроется в конце концов. Особенно, если вспомнить, что с Винспилсом был 1-1 и с Ридом был 1-1. А так да. Ничего радостного там нет. Нет, ну, все на самом деле в руках «Шахтера» по-прежнему. Минсами, команда вполне проходимая. Там нет суперзвезд. Берите, играйте. И главное, чтобы не устали. Просто, понимаете, дорога же будет. На самом деле, если думать про Минсами, да, я согласен. Но если люди устали, пройдут Минсами дальше. Смысл. Ну что ж, пойдемте дальше. В том, что самый неудобный соперник достался столичному «Динамо» – «Локомотива» из Загреба. Наши опасения точно уже подтвердились. Серебряный призер чемпионата Хорватии прибыл в Минск в среду. Провел тренировку на стадионе «Трактора». Наставник гостей Томислав Ивкович ответил на вопросы журналистов. Вашему вниманию небольшая зарисовка, что предшествовала встреча «Динамо» и «Локомотивы». Искушенного за последние годы отечественного болельщика Загребской «Локомотивой» вряд ли удивишь. За день до поединка у стадиона «Трактор» не завлекающих афиш, не работающих касс. Вместо них на клубном сайте вывешен целый перечень точек продаж билетов. Но и на аншлаг, по большому счету, никто не рассчитывает. Об этом красноречиво указывает количество установленных сидушек со спинкой, организованных для зрителей по нормам УИФА. Автобус «Локомотивы» показался примерно к шести часам вечера. Неизбалованные вниманием игроки поспешили поскорее скрыться от единственной снимающей камеры в раздевалку. Главком его помощники первым делом устремились на стадион. Они с любопытством осмотрели арену и обменялись впечатлениями. В хорватском говоре легко угадывалось слово «советский». Хотя качеством газона Томислав Ивкович остался доволен. Пока столичные клубы вынуждены подыскивать себе для еврокубковых баталий достойные стадионы, грех было не заглянуть на некогда главную арену страны. Вяло текущая реконструкция имеет все шансы превратиться в долгострой. «Динамо» уже лишился привычного козырька, зато большая часть трибун осталась нетронутой. Поле напоминало сюрреалистическую картину «Сальвадор Дали». Пожалуй, такого запустения видеть еще не приходилось. А вот кто был далек от уныния и хандры, так это гости. На тракторе они показались, след за тренерами. Практически каждый игрок при себе имел голубой валик. И это не случайно. Первые минуты занятий больше походили на аэробику, кому за 50. Процесс занятий то и дело сопровождался улыбками. Очень качественные игроки. И они в этой игре являются фаворитами. За отведенные 15 минут для работы журналистов из прессы появилась только вот эта хорватская девушка-фотограф. Комиссаров у Ефа замечено не было, и прибывшие через час на пресс-конференцию Роберта Масканта журналисты смогли с легкостью запечатлеть занятия балканских железнодорожников. Но интересовало их, конечно, не это, в каком состоянии и настроении подошли к ответственному матчу столичные динамовцы. Что касается состава, то все игроки, которые принимали участие в матче в воскресенье, они хорошо себя чувствуют. Были небольшие микротравмы у нескольких игроков, однако в основном все здоровые, за исключением Кузьминка и Молошу, которым понадобится еще некоторое время для восстановления. И я надеюсь, что, судя по тренировкам, что мы завтра сыграем лучше, чем в предыдущих матчах. За тренировкой гостей внимательно наблюдали помощники голландского наставника Олег Дулуп и Раймонд Либрекс. По словам Роберта Масканта, тренерский штаб хорошо изучил соперника и намеревался в четверг играть только на победу. Я не думаю, что игроки будут недооценивать соперника, потому что мы знаем, что «Локомотива» намного серьезнее, чем «Кроя». С «Кроя» мы провели хорошую игру, особенно в начале, когда забили 4 гола. Это были хорошие матчи, которые дали нам много полезной практики. И что касается завтрашнего матча, то мои футболисты очень мотивированы, мы хотим пройти следующий раунд, и для этого нам нужно побеждать. Ну что ж, давайте обсудим события сегодня на Минском стадионе «Трактор». «Динамо» Минск принимала «Локомотива» из Загреба. И первым делом предлагаем обратить внимание на стартовый состав. В этом тоже кроется в какой-то степени, на мой взгляд, ответ, почему «Динамо» проиграла. А именно два изменения всего было сделано в стартовом составе по сравнению с игрой в «Гомеле». Сычев отбыл в Россию, Данилов остался на скамейке запасных, Трубила вышел. И Стасевич, но суть не в этом. Все новобранцы, опять же, в основном составе. Как считаете, есть какой-то в этом смысл и то, как команда провела первый тайм, показатель? Ну, сходя из-за того, что у «Динамо» такого состава, что «Полоском» не попадает в заявку, допустим, что «Какара» собирается в аренду давать, то, наверное, здесь тренеру виднее. Да, мы не можем его обсуждать. Там тренерский штаб видел, в какой форме находятся ребята. Но мне кажется, что пусть такого затратного, с точки зрения энергозатратного матча против «Гомеля», вот этих вот своих балканских лионеров, которые приехали, и которые, как сам Маскан сказал, не выдерживают пока темпы. Все-таки бросать в матчи домашние сразу на «Локомотив», мне кажется, было рисковано. Всех сразу, по крайней мере. Ну, и тем более, что Симович и Политевич составили пару центральных защитников. Ну, в принципе, они в «Гомеле» неплохо смотрелись. «Полоском» вообще не попал в заявку. Да, они в «Гомеле» неплохо смотрелись, хотя вот через центральную зону прошел тот момент, когда «Близнюк» забил. Но мне кажется, что просто это большой риск был. Еще Маскан сказал на пресс-конференции в «Гомеле», что он серьезно рисковал, и многие признавали, что ставил вот этих балканцев в основу, потому что матч против ближайшего конкурента по таблице был. Решился на второй риск. Давайте посмотрим пропущенные «Динамо» мячи в первом тайме. К сожалению, их было сразу два. Первый на 11-й минуте. И попробуем разобраться, откуда они возникли. Вот идет атака гостей. Никакого прессинга, мы видим, нет. Свободно владеют мячом. И здесь вот не навязывает борьбу Игорь Стасевич. Затем по львому флангу, скажем так, не успевает. Веретило. И там два центральных, даже не центральных защитника, там в этой позиции остался как раз-таки Симич и Трубило. И вопрос, где был Политевич. Симович, да. Политевич пошел страховать. Веретило на случай, если его обыграют. Поэтому там все нормально. Ну да, остался человек не прикрыт. Но я думаю, что там ребята, которые на фланге были, они должны были отводить эту угрозу. Да, в первую очередь, наверное, вопрос к Веретило, который позволил прострелить в штрафную. Вопросы к игрокам правой бровки, которые дали совершить этот проход. Вот смотрим, из-за чего родился второй мяч. Опять же, прессинг как раз-таки в исполнении самого классного и запоминающегося парня в составе «Локомотива» из «Загреба». Он сделал игру. Отличная передача и убегает от двоих защитников. Это уже Мишич. Первый мяч забил Шитум. Ну и вот ваше слово, что здесь. Я просто замечу, что опять же мы обсуждали всех этих новобранцев. Ладно, была потеря. Почему игроки опорной зоны сразу не ввязались в борьбу, а именно Николич там оказался, да, и позволил сделать эту передачу. Ну он пытался ввязаться, но ведь не успел немножко. Я обращу внимание на другое. Давайте посмотрим, что такую классную передачу отдал Камерунис, да, и как прекрасно убежал от двух защитников молодой Хорва, да, который... Мишич, да. Мишич, который подает большие надежды, да, мы говорим о том, что «Динамо» там должно было показать какой-то результат, но это просто два игрока, класс которых не сопоставим с любым футболистом «Динамо». Они просто выше уровня. И здесь как бы вот по этому моменту можно это ярко увидеть, да. В составе «Динамо» не было ни одного футболиста, который мог бы сделать что-то подобное. Ну и вот мяч в ответ от «Динамо». Он случился как раз-таки после того, как Маском провел две замены. Напрямую связывать с этим нельзя, потому что участвовали в голевой атаке игроки основного состава. Стасевич сделал передачу, но и мы так до конца не разобрались, кто и забил все-таки этот мяч в ворота. Давайте теперь, наверное, более по глобальным выводам. Мы разобрали эти эпизоды, еще сложился счет, какие-то глобальные мысли есть по поводу противостояния «Динамо» и «Локомотива». Я вам заброшу просто удочку для рассуждения. Мне кажется, что сколько бы ни смотрели этот матч, Маскант в итоге с учетом первого тайма оказался не готов к противостоянию с «Локомотивой». Ну, допустим, ребят сказали, что они ждали такой игры. Вот и Стасевич, и Трубила. Будем смотреть интервью потом. Но на самом деле, мне кажется, что здесь просто в первом тайме «Динамо» таком, знаете, кипятком облили, потому что две атаки соперника и два гола они забивают. Это просто тяжело, конечно, такое переносить. Ну, и суперматч, мне кажется, провел этот Камерунис, который пас отдал голевой. И при первом голе мы видели на фланг, он давал передачу. И пенальти заработал, удаляем для себя, что заработал. Поэтому, ну, такие матчи редко даются, наверное, чтобы так все здорово получалось. Ты говоришь, что Маскант был не готов. Я думаю, что не готова «Динамо». В общем, в принципе, Еврокубка, она не готова, потому что это удивительная команда, которая уже не только зимой перезаряжает обойму, но и решила сейчас летом, сменила полностью легенерскую всю обойму, сменила тренера, сказала, вот тебе тренер, новые футболисты, давай-ка ты с ними разбирайся. Он вторую, там, выйдет их вторую неделю всех вместе, да, и пытается что-то из них сколотить. Но при этом проводит уже седьмой матч, или какой там, если посчитать? Ну, неважно. Девятый уже. Девятый, да. Ну, эти игроки, которые к нему приехали, сейчас эти легионеры, они вот сейчас только, они уже второй, получается, две недели. Поэтому это абсолютно новая команда, нет Сычева, нет всех этих легионеров, которые были. И все устраивается заново, посередине сезона, с новым тренером, с новыми людьми. Естественно, что такая команда не может быть конкурентоспособной на европейской арене. Это чемпионат Беларуси, при более низком уровне конкуренции, она может, там, бороться за тройку, еще за какие-то места, но не в Еврокубках. Поэтому мне было удивительно слушать разговоры о том, что Динамо может, один из самых реальных кандидатов из блогских клубов на попадание в групповую стадию. Ну, мне кажется, это какие-то очень такие позитивные выводы, которые не очень имеют под собой почву. Мы не будем комплименты лишние отвешивать локомотивы из Загреба. Она только начинает сезон, при этом выглядит потрясающе, даже по составу, с учетом какой-то родственной связи с Динамо из Загреба, очень солидным представителем, да, опять же, на Евро-арене, имеет очень приятных исполнителей, в том числе молодых и вот таких вот опытных. Да, к этому тоже надо было подготовиться. Я, если честно, по первому тайму, да и, наверное, в целом по рисунку игры не совсем понимал решения, ходы, когда делались даже замены. Очевидно, что в последние полчаса, когда Динамо стали появляться моменты, просто соперник немножко подустал. Сезон начинается, да, немножко парни утомились, тем более они навязывали очень плотную игру. Переходили, вот я замечал, на свое половинополе всей командой и разгоняли атаки, контратаки как раз-таки в свое половинополе, поэтому, конечно, устали. И пришлось вот так сражаться. А насчет Динамо, вот я Максу, наверное, оспорю немножко. Может быть, это мнение было позитивным, да, но я так понимаю, что оно составлялось с учетом того, что Локомотивы – это не тот соперник, который Динамо не пройдет. Да, то есть, может быть, какое-то время будет там построить эту команду, 2-3 недели лишние, может быть, потом команда поедет. Может быть, поэтому такие рассуждения имели место. Может быть, на ваших экранах, еще если кто не смотрел матч, был назначен пенальти за снос этого самого камерунского парня. Владимир Хвачинский оказался в той ситуации, завалил его на газон, но Александр Гутер сумел вытащить этот мяч таким образом. Шанс оставить. Да, оставил шансы. Они есть? Ну, шансы всегда есть, наверное, да. Вот Батте проиграл 0-1, мы же верим, что шансы есть, правильно? Ну, вот здесь 1-2, мы посмотрели на соперника. Да, мы сообщались, но кажется, что вот по счету у Минска лучшие шансы. То есть дома там голы на выезде забили, вышли, но так по ощущениям, мне кажется, что за счет своего опыта лучший шанс у Батте вообще из всех команд пройти дальше. У Динамо, мне кажется, шансы меньше, у меня не самые-самые низкие, мне так кажется. Вот после сегодняшнего дня у Динамо на данный момент Ну да, 2 мяча забивать на выезде нужно. А у тебя на впечатление от соперника отталкиваешься? И от соперника, и от Динамо. И соперник оказался... Ну, в принципе, это вторая команда Хорватии. Там, конечно, они отдали много людей обратно в Загреб, да, в Динамо. Ну и взяли. И взяли каких-то других, да. Ну, то есть у них там тоже какие-то движухи происходят. Но Динамо самой не производит впечатления супер-игры, да. И появился вроде неплохой нападающий Веселинович, забивает вторую игру, какие-то моменты у него появляются. Какие-то еще позитивные такие всплески. Но в целом, в общем, игра пока... Ну, естественно, она сырая. Но она нет для Еврокубков, скажем так. Ну, да. Может быть, по чемпионату через какие-то полупроходные игры там и так далее наберет и накатит, и на передистал опять же приедет. А там надо играть уже здесь сейчас. Причем еще самое, что уже плохое в этой ситуации, у Динамо сейчас нет практически тренировочного процесса. Они восстанавливаются, играют, восстанавливаются, играют. То есть и нет времени вообще как-то эту всю игру сколотить. Поэтому... Что имеем, то имеем. Давайте послушаем, что после матча говорили и игроки, и тренеры. Благо, вот после такого матча не отказались пообщаться с прессой. Очень разочарованы результатом. На мой взгляд, на протяжении всего матча мы выглядели лучше. Пропустили два гола из-за своих же ошибок в защите. Первый гол был из-за понимания защитников. Дали прострелить легко и позволили сопернику забить гол. На следующей неделе будет, конечно, сложно, но нет ничего невозможного. Это был очень хороший матч. И наша заслуженная победа. И наша победа является заслуженной. Коя могла быть и с большим голоразликом. Коя могла быть с большей разницей в количестве голов. Играли мы точно так, как бы мы требовали и как бы мы все договорили. Мы играли точно так, как мы должны были играть и точно так, как мы договорились играть. И жаститам своим играчам на фантастичной тактической дисциплине. И я поздравляю своих игроков с отличной тактической дисциплиной. И на приказанной игре. И на показанной игре. Это футбол. В принципе, наверное, лучше играли сегодня. Ну, не сказать, что лучше. Контролировали ход игры. И такие две ошибки. Возможно, наш и нас соперник наказал. И не получилось забить два. Есть еще ответная игра, где приложим все силы, чтобы пройти дальше. Для нас тоже неожиданно. Тем более, в первом тайме пропустить два гола. Это очень плохо, скажем так. Тем более, что у хорватов, по сути, в первом тайме было только две атаки. Сразу два гола. Поэтому немножко расстроены. Немножко нас это опустило на землю. Во втором тайме пытались сделать все возможное. Атаковали. Хорваты сели, начали играть на контратаках. Ну, забили один гол. Хотелось больше. Надеюсь, что остальные голы забьем там, в гостях. Было первое время, первые минут 10 агрессивно играть. Трессинг, в принципе, наверное, не очень у нас получилось. Это была установка играть быстро. Тоже, наверное, в принципе, медленно передавали друг другу мяч. Поэтому, возможно, и не очень выразительная игра была. Придется потрудиться. Надо смотреть на все как бы с большим оптимизмом. Есть вторая игра, есть возможность все исправить. Не надо опускать голову. И мы переходим к делам национального первенства. Миновало уже ни много, ни мало 17 туров. Совсем скоро чемпионат будет разделен на две шестерки. И таких вот противостояний, которые вы, возможно, видели, как Гомель и Динамо в минувшее воскресенье, станет гораздо больше. Почти в каждом туре. Александр, ты был на берегах Сожи. Я в первую очередь замечу о том, что на трибунах присутствовало рекордное количество зрителей, 7100 человек. И атмосфера была потрясающая, равно как и градус борьбы, который подарили команды и даже болельщики. Поспорить с собой насчет того, что станет больше таких противостояний за счет атмосферы. Именно вот Гомельская атмосфера это на самом деле просто супер. Если бы все такие стадионы были, то я думаю, что совсем по-другому футбол смотрелся бы. И люди туда ходили бы, и футболисты играли с такой же отдачей, как Динамо и Гомель в этом матче. Матч получился супер. Мне понравилось, очень классно. Футбол показали. И на самом деле вот там присутствует было просто великолепно. И Динамо, болельщики Гомельские поддерживали команду. Ну, что можно отметить? Последние и первые 10 минут Гомель здорово действовал. Но вот во втором тайме после того, как счет был 2-0, до гола Близнюка никаких шансов не было у Гомеля отыграться. Динамо все контролировало. И вот пропустили. И потом все в 10 минутки в последние там закипело. Все эти вопросы, которые были после матча, после действия начали возникать. Концент классно получился. Давай справедливости ради в не всем ясность, что были очень много вопросов, ты правду сказал, и по назначению пенальти, в частности, когда Фигереда забивал в середине первого тайма. И затем в конце, вот этот момент, и затем в конце, когда Матвеенко там все-таки оказался, что симулировал. То есть, по большому счету, Севастьяник отработал этот матч хорошо. Максим, ты в своей заметке указывал о том, что Гомель является примером для многих белорусских клубов в этом сезоне. Он подтверждает по-прежнему, несмотря вот даже на такие поражения, свой статус, скажем так, достаточно интересный команд, за который хочется следить? Да, мы видим это по количеству зрителей на трибунах. Им нравится то, что происходит с командой, то, как она играет, то, как она развивается. Мне очень импонирует. Это одна из тех команд, за которые интересно наблюдать в последние годы. Памер Гомеля показывает то, что если есть какая-то стратегия, какой-то план развития, какое-то понимание, как мы можем добиться тех или иных задач, то это гораздо лучше, чем каждый год какие-то разрозненные шаги в разные стороны, там, смена тренеров, составов и так далее. То есть, Гомель сейчас идет по хорошему пути и показывает ту модель, которая может работать в Беларуси. Они выбрали путь, они ему следуют, подписывают хороших игроков за бесплатно, продают их потом за какие-то деньги. Минская Динава. Например, Минская Динава и при этом борются с Минским Динавом третий год за третье место. Хотя бюджет у Гомеля раза в два ниже, наверное, если не больше. Поэтому, мне кажется, это хороший пример. И беларским клубам нужно все-таки задуматься над тем, чтобы вырабатывать какую-то стратегию и понимать свое место в чемпионате, в жизни вообще. Кто не знает, скажу, что Динамо все-таки выиграла со счетом 2-1. Мячом отметился и форвард Динамо новобранец Веселинов. Веселинов. Да. И Близнюк. Вот на ваших глазах недавно один мяч отквитал. Вот этот тот самый момент со спорным пенальти Матвеенко. Здесь вот действительно была симуляция. Ну что ж, у меня еще есть такая тема для рассуждения касательно, наверное, не только этого матча, а в целом очередного всплеска эмоций. Вот не такого всплеска эмоций, когда... У нас появляется тренд уже выбегает. Люди, обыграл Батте, обыграл Динамо регулярно в последние сезоны. Конечно, это же все совместное творчество. С одной стороны, болельщики верят в команду, с другой стороны, команда дает поводы надеяться на то, что она может показать результат. И вот это хороший симбиоз, который позволяет вот эту всю атмосферу, как сказал правильно Саша, создавать. Я посмотрел матч по телевизору, тоже круто, здорово. Болели, шумовые микрофоны там все это передавали. Ну, классно. Реально интересный футбол. И поэтому ты заметил, что лучше бы Гомель участвовал в Еврокубках, нежели кто-либо другой, скажем, нежели Минск. Ну, не то, что нежели Минск. Как бы я к Минску никаких претензий не имею. Просто вот эта атмосфера, которая есть в Гомеле, она на Еврокубках, конечно, люди бы пришли, и это было бы тоже дополнительным стимулом для белорусской команды выступить лучше. Давайте посмотрим на все результаты 17-го тура. Скандалили, забивали много мячей не только в Гомеле. Днепр обыграл Неман. Там выступал Сергей Солодовников. Критиковали судьи в Новополоске. Там Нафтан сыграл суперрезультативную ничью с Белшиной. Шахтер был сильнее Славии. Торпеда сильнее Брестского Динамо. Батте взял верх над Минском. В турнирной таблице по-прежнему весьма любопытная ситуация. Днепр выиграл и всего в трех очках попадание в сильнейшую шестерку. Пять туров осталось до деления на сильных и слабых. Это, кстати. И это будет очень интересный отрезок. К расписанию ближайшего 18-го тура вашему вниманию Неман ждет в гости Нафтан. Встречу Минского Динамо и Торпеда смотрите на нашем телеканале в прямом эфире. Брестская Динамо померится силами с Минском, а Белшина с Шахтером. Также нас ждет Полесское дерби в Мозере и уже в пятницу визит Днепра в Борисов. Восьмой тур будет любопытен тем, что сразу четыре команды будут думать об ответных еврокубковых матчах и насколько это может повлиять на то, что их соперники воспользуются, скажем, ротации состава, физической готовности лучше и так далее. Ну, я думаю, проблема, конечно, будет. Я их назову, наверное, чтобы мы предметно говорили. Днепр, Торпеда, Брест и Белшина будут встречаться с командами, которые вот, скажем, во вторник и в четверг уже провели свои матчи в Еврокубке. Проблемы будут, да. Особенно, я думаю, повезет Белшине, потому что Шахтер устал, а я думаю, там ротация должна быть и поэтому команде Сиднева можно там беспокоиться о том, чтобы выиграть. Этот матч, кстати, позиционирует центрально в туре по многим моментам, болельщики многие. Я думаю, ротация будет, но, в принципе, у Минского Динамо она должна по-любому быть, потому что там глубокий состав, у Батет тем более. Батет тем более завтра уже играет. То есть сегодня, если вот рассмотреть программу, пятницу. Ну, каждая команда будет бороться за очки. Я думаю, что деление на шестерки, оно уже вот-вот. То есть только Батет Шахтер пока обеспечили себе места там в верхней шестерке. Там, скорее всего, Динамо и Гомель также будут там играть. Ну, и, наверное, дополнительная интрига будет в этих матчах. Ну, мы говорим как раз-таки о том, что это шанс для тех, кто находится в середине, отобрать очки у лидеров, поправить каким-то образом свое турнирное положение. Ну, что ж, и о чемпионате Беларуси мы вот так вскользь коснулись самого главного матча. Давайте уйдем на рекламу, после чего будем говорить о Батет, как команде Виктора Гончаренко обыграть шахтера Скороганды в Лиге Чемпионов. Оставайтесь с нами. Минувший вторник случилась еще одна большая неприятность в нашем футболе. Батет стартовал в квалификации Лиги Чемпионов с минимального поражения на своем поле от шахтера из Караганды. Пока мы будем осмотреть опасный момент из того поединка, все-таки прошло уже два дня. Коллеги, хотел бы услышать от вас причину вот этого поражения и того вообще, что предстоит пережить, скажем, в Караганде Батет в предстоящий вторник. Есть какое-то цельное мнение такое сложилось? Ну, что пережить, не знаю, придется. Но те проблемы, которые Батет испытал в матче с шахтером, мне кажется, что они не новые. Это все то, что мы видели в ходе сезона. Вся вот эта вот ажурная игра вокруг штрафной, которая не заканчивается ничем, да. Много владения, большое количество владений мячом и мало угроз. Такое поражение, как Батет потерпел от шахтера, Батет проиграл точно так же Днепру, Неману, да. В общем, это все было, проходили. И странно, что из Борисовского лагеря при этом все постоянно звучали слова о том, что у нас все в порядке, все отлично, мы все контролируем. Ну, как бы сейчас вот уже, что у нас много матчей, да, впереди, что отрыв небольшой от шахтера и так далее. Сейчас уже как бы матча остается мало, матч остается один, и нужно сыграть так, чтобы просто вот остаться в еврокубковой борьбе, да, дальше. Потому что... Я просто уточню, странно было бы, если бы Виктор Гончаренко приходил на пресс-конференцию и говорил, что у нас все плохо. Может, это тоже какой-то момент такой, закрыться от внешней оболочки, а внутри решать вопрос, Александр? Может быть, но мне кажется, что проблема здесь не только этого сезона Батэ. На самом деле, мы же помним прошлые чемпионаты, когда команды закрывались, Батэ очень сложно было против них играть. Даже в лучшие времена, когда Батэ на Ханье было, очень сложно вскрывались эти обороны. Поэтому проблемы есть, и я, честно говоря, не хотел бы не верить словам, наверное, тренерского штаба о том, что они ожидали вот такой вот игры от Шахтера, но не зря же Кумыков, наставник Шахтера, признался в прессе, даже в интервью, что они именно в том матче против Тобола эту схему не показывали, номинальных пять защитников, когда приезжали разведчики из Батэ. Не, ну, Александр, в интернете, может быть, да, там изучали. Я согласен, да. Там же наверняка были видеозаписи и видели, как играть перед защитниками. Может быть, и снова. Дело не в этом. Мне кажется, что как раз-таки проблема вот именно в тех забитых мячах, когда соперник предлагает такую схему, играть против Батэ, да, и это очень тяжело, во-первых, а во-вторых, Батэ просто не может с этим справиться. Ну, мне тоже так кажется. Здесь какая-то есть проблема именно в самом Батэ, да, может быть, с приходом Глеба как-то, ну, перестало хватать вот какого-то всплеска, который был у Брисана, да, и Кривца раньше, да, еще. Вот с выходом Кривца, ну, он как бы, понятно, что он не вписан в игру, да, но какая-то вот свежая струя была, да. Может быть, это то, что нужно, да? Может быть. Может быть, просто мяч быстрее двигаться начал, и вот немножко фланги заработали. Хотя флангами сложно играть, только команда, навесы не проходят, но и по центру не пробиться, там такие здоровые бугаи стоят, что очень сложно пройти к воротам. Давайте внесем ясность. Во время трансляции не получилось это сделать. Все-таки мяч, забитый Шахтером, он оказался по всем правилам. Вот на фотографии видно и прокомментировал известный белорусский арбитр Вадим Жук, что гол был забит правильно. Когда была передача, один игрок команды, который забивал, был в правильном положении, поэтому гол абсолютно верный. Это я цитирую слова арбитра. И давайте послушаем, с какими мыслями к ответному матчу подходит главная тренер Батэ и Шахтера из Караганды Виктор Гончаренко и Виктор Кумаков. Очень тяжелый матч. Соперник высший класс, мы это знали. И как отдельно взятые футболисты у них лучше. И команда в общем более опытная. Поэтому мы построили игру от обороны. Задача была не пропустить и на контратаках или за счет стандартов забить, что у нас получилось. Но это всего-навсего первый матч. Еще ничего не решено. Я по-прежнему считаю, что у Батэ больше шансов. Поэтому все решит домашняя игра. Итак, очень просто сказать, то ничего не предоставили сопернику, только чтобы мы поставили их в тупик. Очень просто действовали. Мяч очень медленно ходил. В результате нашей атаки захлебывалось. Не было быстрых переходов, хотя возможности для нас этих имелись. Поэтому такое часто бывает, что ты можешь провести 90 минут на воротах соперника и получить мяч в свои ворота. Так и произошло. Значит, у нас есть еще ответ на игра. Понятно, что мы должны все делать для того, чтобы изменить течение вот этого неудачного матча в свою сторону повернуть. План игры выполнил, а насчет перевыполнил мы голевой план не ставили. Просто сам план, который был разработан на эту игру, он выполнялся всеми. Игра была очень тяжелая. Мы потратили много сил, выполнили установку тренера. И я считаю, то есть каждый отдавался на поле по полной и победили. Ждали своего шанса и воспользовались. Но как бы не стоит еще расслабляться, еще вторая игра, поэтому то есть будем серьезно страиваться на вторую игру. Если бы мы, к примеру, проиграли, мы должны были бы раскрываться, больше атаковать. Сейчас мы можем также от обороны играть, ловить опять же на контратаках, на стандартных. В тактическом плане да, но еще раз говорю, что боты выше классом и они на выезда не хуже играют, чем дома. Поэтому предстоит тяжелая игра. Коллеги, поделюсь с вами одной мыслью. До выхода Батэ в групповой турнир Лиги Чемпионов в сознании общественности была мысль, что у нас ничего не получится. Вот сейчас примерно как выступают наши клубы в Лиге Европы. Но за последние пять лет Батэ научил и приучил, наверное, изменил уже психологию, что даже в самых сложных ситуациях может выпутываться. Мне почему-то кажется, что, по крайней мере, хороший плацдарм для того, чтобы пройти «Шахтер» есть на данный момент. Поддержите, нет? Ну, шансы у Батэ не хорошие, но не есть. Именно вот в психологическом отношении, да, там понятно, что шансы хорошие, а вот по чувству, что Батэ может это сделать, допустим, в отличие от Минского Динамо, потому что за последние пять лет мы это видели и не раз. Ну да, в Батэ есть какой-то коллектив, который там хочет реваншироваться, которого в Динамо, например, на данный момент нет, потому что там новых людей понабирали. Это правда, это есть. Я говорю, что здесь нужно, чтобы был какой-то внутренний всплеск. Мы видим, что в Батэ не все хорошо, как нам говорят, и нужно что-то поменять, что-то изменять. И возможно, оно будет. И поэтому я просто подвожу к тому, чтобы мы посмотрели видеофрагменты такого всплеска, когда три года назад Батэ дома проиграл, поиграл болгарскому Литексу, а затем поехал туда и все сделал как надо. Давайте посмотрим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Итак, друзья, Батэ проведет ответный матч квалификации Лиги чемпионов во вторник 23 июля против Шахтера из Караганды. На нашем телеканале прямая трансляция начала в 16.30. 25 июля в четверг в Жодино Минск ждет с ответным визитом в Мальтийскую валетту. Также смотрите эту встречу в прямом эфире на телеканале Беларусь 2. А в 19.00 Шахтер отправится в Молдову. Там начнется игра против команды и Минской Динамо в Хорватию. Через неделю встретимся и все эти матчи обстоятельно обсудим. Завтра я также напомню, что состоится жеребьевка третьих квалификационных раундов. Нам как-то не с руки, конечно, о них говорит. Но если узнаем соперников именитых, а там будут, ну, не именитых, по крайней мере, престижных, там включится уже в борьбу и Штутгарт, и Севилья, и Удинеза. Насколько это может быть монификционный такой фактор, чтобы собраться и сыграть матч? Отличный фактор. Помню, прошлый год Гомель-Ливерпуль. Думаю, для любой команды нашего чемпионата, ну, кроме Батэ, который уже играл с такими грандами, это престижно сыграть. Мне кажется, что это приблизительно, если тебе дать миллион долларов, сказать, что пробежи вот эту метровку за 10 секунд и получишь, как бы, да. Да, то есть, ну, это такое... И эта команда тоже, наверное, будет хотеть сыграть со Штутгартом и Севильей. Ну, посмотрим. На сегодня все. Максим Березинский, руководитель интернет-портала Goals.by. Комментатор Александр Твичковский, помогали разобраться, что происходит в белорусском футболе. Коллеги, спасибо за беседу. Мы с вами прощаемся ровно на неделю. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok